Добрый день! Бывает такая проблема, надо нарисовать круг, но круг не, скажем, на бумаге. На бумаге круги-то рисовать. Вот цирку взяли и рисуем. Вот. Не проблема. Бывает, надо, скажем, нарисовать круг ручкой или ещё на какой-то такой поверхности, что нужна ручка или цвет не простым, а каким-то светлым. Самый простой вариант – вот козья ножка, так называемая. Вот, вставили ручку, допустим, на нужном нам закрепили и рисуем кружочки. Допустим, чтобы надо подложить что-то было, стекло не втыкается. Вот. Но в чём проблема с козьей ножкой? Она довольно, ну, сколько? Небольшие. Бывает, надо побольше. Вот эту недавно приобрёл с карандашиком, она шла в комплекте за 20 рублей. Чем хорош циркуль? У меня, скажем, довольно большая готовальня. У меня вот есть раз удлинитель, два удлинитель. То есть это они из разных готовая, но вот. Я могу сделать здоровенный. Вот. Отсюда это более современный. Я могу сделать так вот. Использовать удлинители. Поэтому что нам надо вот сюда что-то придумать. Можно воспользоваться просто хомутиком. Скажем, вот эту мы вывинтили. Сюда хомутиком, допустим, ну вот карандаш и притянули. Либо там маркер и что угодно. И меняя хомутик. Но в чём здесь с хомутиком? Хомутик, он довольно жёсткий. И вот, скажем, пластмассовый карандаш, он может просто сломать. Поэтому есть идея сделать переходничок. То есть такого же вот типа устройства. Но вставляться оно будет как вместо вот этой части. Вывинчиваем винтик. И вставляем туда. Вот опять же мы его можем, скажем, если мы вставили удлинитель, то опять же мы вывинчиваем винтик. Ага. Здесь не получится так просто. Вот. Либо мы, то есть вариантов два у меня. Извиняюсь. Вот. Либо вот сюда. Ну вот сюда тогда опять же у нас... Нам надо, чтобы она... Значит, будем всё-таки делать первый вариант. Он будет как? Вставляться вот сюда. Здесь. А здесь вот будет вот так. Ну вот, скажем, если бы это было не плоское, а круглое. Мы бы его вот так вот, чик, вставили. Вот. Ну, сейчас вы всё увидите. Перейду к изготовлению. Сейчас пауза. Я продолжаю делать... Что я продолжаю делать? Я продолжаю делать штуковину для циркуля. Вот у меня был кусочек, остаток какой-то шпильки. Пальца я что сделал? Просверлил здесь отверстие на пять, чтобы резьбу на шесть. Здесь было уже отверстие на пять, а резьба будет на шесть. Сюда... Сейчас мне надо просверлить здесь отверстие на восемь. Где-то примерно. Можно больше, чтобы вставлять туда карандаш. И вот сюда будет винтиком прижиматься. Ну, можно даже больше. Ну, мне на шесть просто метчик. Можно, наверное, даже на восемь какой-то, чтобы... Ну, чем толще, тем будет он лучше зажимать. Вот такая конструкция. Здесь я немножко сточил, чтобы лучше было сверливаться. Вот. Что? Можно было делать и с плоской, и с квадратной. Ну, такого, то есть... Сечения квадратного. То было бы, наверное, даже проще, удобнее делать. Ну, у меня попалось вот это. Буду делать из этого. Так, что у нас сейчас надо выставить? Давайте паузу. Да, делаю. Что мы получили? Вот мы получили такую вот заготовочку. Здесь у нас отверстие будет. Сейчас я нарежу резьбу, и оно будет зажимать. Сюда будет вставляться карандаш. Вот. Сюда сейчас выточим на станочке такой шпенечек. Тоже здесь нарежем резьбу. Сейчас пройдемся. И он будет вставляться. Вот. Вот что у нас получилось в конечном результате. Я здесь на шесть делал отверстие. Я по ошибке нарезал не ту резьбу, кинулся. Я нарезал место 6.1, 6 на 75. 75-й плашкой кинулся на рынок. Что-то ни у кого не было, не нашел, психонул, рассверлил на 8. Теперь мне надо взять болтик коротенький на 8, вот, пилить. Ну, чтобы он не так не болтался. Ну, пока показать, что получилось. Вот. И здесь вот моя ошибочка. Надо было вначале ввинтить, а потом отпиливать вот эту вот штуку. Тогда бы она здесь не торчала. Ну, это я просто чуть-чуть сточу вот эту. Вот здесь хочу немножко снять сверху. Вот. Ну, вот он так вот зажимается. Вот я в удлинителе пока зажал, показать. Что у нас. Может быть, чуть-чуть надо будет пошире, не всякая ручка сюда влазит. Сейчас воткну. Ну, вот это вот вылазит. Так, нет, сейчас надо. Секундочку. Оп. Ну, давайте в циркуле сейчас ставим сразу. Извиняюсь, что что-то там непонятное творится в кадре. Ну, что-то я думал, что-то не подумал, что мне надо будет. Оп. Ну, вот примерно так это будет выглядеть. На мой взгляд, неплохо. Вот. Ну, подводя итоги, что я хочу сказать. Получилась у нас козья ножка. Как раз год козы. 31 я ее доделал. Так что еще раз с наступающим Новым годом. Вот. Ну, короче, давайте я подведу итог. Что-то получилось, что-то не получилось. Нам надо кусочек металла. Может быть даже алюминий подойдет. Скорее всего подойдет. И может даже и пластмасса. В нем отверстие сверлим под ручку. Сюда отверстие под заживной болтик. Винтик. Ну, лучше на шесть. Я так вот прикинул. На пять, на шесть. Сильно тоненькая она будет вырезаться, ломать. Сильно толстым. Ну, неудобно. Здесь у нас надо на четыре. Сюда шпынек с прорезью. Ну, чтобы получалось вот такой вот. Ну, или там сколько? Точнее может надо померить. Ну, вроде четыре. И все. Я его... Здесь мы сверлим опять отверстие. И вставляем, допустим, какой-то болтик. Потом его разложим. Вот видите, разложим. Прорезаем в нем. Все получается отлично. Вот, кстати, обратите внимание. Я здесь вот... Это я сломал руками. Кусок отломился. Но он не разлетелся весь. И вот он продолжает работать. Я вот с отломанным куском сейчас вот проточил вот этот вот прорезь. Так. Отдельное. Кому-то может интересно. Все. Благодарю за внимание. Всего доброго. Удачи.